В настоящее время в Российской Федерации проживают 40 малочисленных народов Севера. Саами, Ненцы, Энцы, Долганы, Нганасаны, Эвенки, Югагиры, Чукчи, Эскимосы и другие. Живут эти народы в тундре, на крайнем севере нашей страны, у холодных морей. Еще в древности русские якуты и эвены прозвали оленеводов чукчами. Само название говорит за себя «чаучу, богатые оленями». Люди, занимающиеся оленями, так себя и называют, а собаководы именуются как анкальыны. Данная народность сформировалась в результате смешения азиатского и американского типа. Это подтверждает даже то, что чукчи-собаководы и чукчи-оленеводы по-разному относятся к быту и культуре. Об этом говорят различные предания и мифы. Чукчи привыкли жить стойбищами, которые снимаются и обновляются, как только закончится оленей корм. Летом они спускаются поближе к морю. Постоянная необходимость переселения не мешает воздвигать им достаточно большие жилища. Чукчи возводят большой многоугольный шатер, который накрывают оленями шкурами. Для того, чтобы эти сооружения выдержали сильные порывы ветра, люди подпирают весь шалаш камнями. У задней стенки этого шатра устанавливается маленькое сооружение, в котором люди принимают пищу, отдыхают и спят. Национальная чукотская одежда – это удобное и теплое одеяние. Мужчины носят двойную меховую рубаху, двойные меховые штаны, также меховые чулки и сапоги из идентичного материала. Мужская шапка чем-то напоминает женский капор. Женская одежда также состоит из двух слоев, только штаны и верхняя часть сшиты между собой. А летом чукчи одеваются в более легкие одежды – балахоны из оленей замши и других ярких тканей. На этих нарядах зачастую встречается красивая обрядовая вышивка. Маленьких деток новорожденных одевают в мешок сшитой из оленей шкуры, в котором есть прорези для рук и ног. Основной и ежедневной пищей чукчей является мясо, причем как в готовом, так и в сыром виде. В сыром виде можно употребить мозги, почки, печень, глаза и сухожилия. Довольно часто можно встретить семьи, где с удовольствием едят корешки, стебли и листья. Чукчи – народ, хранящий традиции предков. И совершенно не важно, к какой группе оленеводов или собаководов они относятся. Одним из национальных чукотских праздников является праздник Байдары. Издавна Байдарка была средством добычи мяса. И для того, чтобы воды приняли чукотскую Байдару на очередной год, чукчи устраивали некий обряд. Лодки снимали с челюстей кита, на которых она пролежала всю зиму. Затем шли к морю и приносили ему жертву в виде вареного мяса. После чего Байдару ставили возле жилища и ходили вокруг нее всей семьей. На следующий день процедуру повторяли и только после этого спускали лодку на воду. Еще одним чукотским праздником является праздник кита. Этот праздник проводится для того, чтобы извиниться перед убитыми морскими животными и загладить вину перед короткуном, хозяином морских обитателей. Люди переодевались в нарядные одежды, непромокаемые вещи из моржовых кишок и извинялись перед моржами, китами и тюленями. Они пели песни о том, что не охотники их убили, а камни, упавшие со скал. После этого чукчи приносили жертву хозяину морей, опуская в морские глубины скелет кита. Люди считали, что таким образом они воскресят всех убитых ими животных. Конечно, нельзя не сказать о празднике оленя, который назывался Кельвей. Он устраивался в весенний период. Все начиналось с того, что олени пригоняли к людским жилищам, ерангам, а женщины в это время разжигали костер. Причем огонь нужно было добыть, как и много веков назад, трением. Чукчи встречали оленей восторженными криками, песнями и выстрелами, для того, чтобы отогнать от них злых духов. А во время торжества мужчины забивали несколько взрослых оленей, чтобы пополнить запасы еды, предназначавшиеся детям, женщинам и старикам. А еще у чукотского народа очень мудрые сказки. Послушайте некоторые из них. Как евражка и медведь норами поменялись. Однажды бурый медведь стоял на холме, а евражка, так называют на севере суслика, в это время пила воду у реки. Увидела евражка медведя и позвала его. «Эй, медведь, иди-ка сюда!» Подошел медведь к евражке, а она ему и говорит. «У меня к тебе дело большое есть!» Удивился медведь. «Какое же дело у тебя ко мне?» «Да вот задумала я с тобой жилищем поменяться!» «Ладно», — согласился медведь, «давай меняться!» «А где оно, твое жилище?» «Вон там, на холме!» «А где твое жилище?» «Вон там, на сопке!» Обрадовалась евражка. «Пойду-ка я теперь в твое жилище, а ты мое бери!» Пошел медведь к норе евражки, а евражка в медвежью берлогу. Пришла к берлоге евражка, осмотрела ее со всех сторон и запрыгала от радости. «Ах, какое жилище я нашла! Ах, как хорошо теперь я буду жить!» А медведь пришел к норе евражки и только нос туда засунул. Пыхтел-пыхтел, так и не смог залезть в ее норку. Пошел медведь к евражке, а она его и спрашивает. «Зачем ты пришел ко мне?» «Не смог я залезть в твое жилище!» Рассердилась евражка. «Не может этого быть! Ведь я-то влезла в твое жилье! Ну, а я даже нос не смог просунуть в твою норку! Давай-ка померяем твой нос с моим!» Разлеглась евражка на носу у медведя и говорит. «Вот так диво! Неужели же я такая маленькая, даже меньше твоего носа?» «Нет, не придется нам домами меняться!» «Как же ты жить бы стал в моей норке?» «Прощай, дедушка! Пойду я домой!» Так и стали они жить, каждый в своем жилище. Медведь Лежебока Однажды повстречал охотник бурого медведя и говорит ему «Здравствуй, медведь!» «Здравствуй!» – отвечает медведь. «Что нового?» «У меня ничего нет нового. А у тебя что нового?» «Вот на днях залягу спать, говорит медведь. Ведь скоро снег выпадет. А когда же ты проснешься?» «Весной!» «Это ты сейчас уснешь, и только весной проснешься?» – удивился человек. «Да, я всю зиму сплю». «Долго же ты спишь?» – сказал человек. «Я сплю только по ночам. А днем работаю, нарты чиню, пушнину добываю, рыбу подо льдом ловлю. Столько делая за зиму сделаю, а ты всю зиму спишь, как убитый». Стыдно стало медведю, что он такой бездельник. Отвернул он морду в сторону и ушел потихоньку. Ворон и лиса Нутенеут Давно это было, очень давно, ой, как давно! Сидит возле своей еранги ворон. Думает, куда идти за добычей? На морской берег или на реку? Думал-думал, решил. Пойду на реку. Пришел на речной берег, ходил-ходил, Каждый камушек переворачивал, Под каждый кустик заглядывал. Нет добычи и нет. Ну, совсем ничего не попадается. Дай, – думает, – на другом берегу поищу. А там мышата играют. Увидели они ворона, обрадовались. Дедушка пришел, дедушка пришел. Подбежали к ворону, Свою ерангу отвели. Усадили его на мягкие шкуры, Чаем напоили, Пёрышки разгладили. Доволен ворон. Спасибо, – говорит, – Меня голодного накормили, Моим усталым ногам отдых дали. Стал домой собираться. А мышата ему в гостиницу несут, Немножко корешков. Уложили их на нарту. Говорят, – Иди, до дороги не оглядывайся. Пошел ворон, потащил нарту. А та, что ни шаг, тяжелее становится. Ну, что такое? Нарта легкая, а тащить тяжело, – Удивляется ворон. И еще быстрее зашагал. Домой к своим детям торопился. Вот и иранга показалась. Навстречу дети выбежали, Нарту дотащить помогли. Тут ворон оглянулся, Глазам своим не поверил. Подошел, потрогал. Корешки-то, что мышата дали, В рыбу и мясо превратились. Все горкой на нарте сложено. Мимо бежит лиса Нутанеут. «Где ты столько еды добыл?» – спрашивает. «У реки», – отвечает ворон. И рассказал, как мышата ему на дорогу корешков дали. А корешки рыбой и мясом обернулись. «Ну и я туда сбегаю», – говорит лиса. «Не надо, не ходи, Нутанеут», – попросил ворон. «Я с тобой поделюсь». Не послушала лиса, в ответ только фыркнула. Схватила свою Нарту, какая побольше, И скорее побежала на реку. Идет лиса по речному берегу. А мышата ее увидели, Навстречу бегут, кричат. «Бабушка пришла, бабушка пришла!» А лиса. «Какая я вам бабушка?» – говорит. «Посмотрите на себя. Вы некрасивые, вы пучеглазые. А хвосты? Тьфу! У вас хвосты не пушистые». Обиделись мышата. Побежали домой, Рассказали все отцу с матерью. А лиса следом идет. Торбоса не отряхнула, Вошла, говорит. «Э-э-э, какая маленькая яранга! Какая плохая!» Потом расселась поудобнее, Приказывает. «Принесите мне что-нибудь поесть, Да поживее!» Угощают мышата лису, А она на них покрикивает. «Что это вы мне даете? Несите мне повкуснее!» «Вот-то гостья!» – удивляются мышата. «У самой-то, но тенеут, И зимой горсти снега не выпросишь!» Однако все же и ей корешков дали, Как собралась она домой. И ей велели дорогой не оглядываться. Бежит лиса, ждет-не дождется, Когда же нарта потяжелеет. Но когда же, наконец, Корешки мясом обернутся? А нарта все легко катится, Только полозьями слегка поскрипывает. Не выдержала лиса, Оглянулась, А на нарте как лежали корешки, Так и лежат. Лиса нутенеут С досады лапой нарту толкнула, Корешки и посыпались. Подхватил их ветер, Разметал по тундре. Так лиса нутенеут Ни с чем и осталась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова